Passat B6, 2008 года, 1,6 литра бензин, 250 тысяч заявлен у него пробег, 7150 долларов, здесь вот можно видеть такие вот сколы потертости, ну немаленький бюджет, вокруг ручек у них болезни, здесь тоже вот есть начальная стадия уже такое вздутие, понятное дело, что он делан, по низам я могу предположить, он будет или замазан, вот следы небольшие, повреждения, по низу дверей можно видеть, притертости, ЛКП облазит, если вы не сильно хорошо разбираетесь в автомобилях и просто надо тест на внимательность пройти, то есть вы присели, внимательно вот так взяли, смотрите, смотрите, пробежали по аркам, увидели здесь момент, двери, вот легкое вздутие, коррозия вокруг ручек, Ну и Гольфик, Гольфик 4 за 5 тысяч долларов 2000 года дизельный интересует, да, есть такой автомобиль, да, подскажите, интересует по кузову, там вообще есть какая-то коррозия или как? Ну, слушайте, возрастные понятный момент имеются, это же все-таки взрослые машины, скажите, там каких-то таких очагов, там в целом днище живое, там имею ввиду пороги, слушайте, ну честно скажу, под днищу не смотрел, Как найти или купить хороший автомобиль? Компания The Best Auto поможет вам в этом вопросе. Мы занимаемся подбором авто в РБ и пригоном авто из США, Европы и Кореи, имеем проверенных специалистов и всегда сможем посоветовать при выборе автомобиля. Наши компании лучшие специалисты в данной сфере, которые знают нюансы автомобилей разных марок и моделей. Автомобили, подобранные нашей компанией, всегда соответствуют требованиям клиентов. Компания The Best Auto для нас главное качество и ваше время. Друзья, всем привет. Ну что, сегодня у нас до более интересное видео, где мы посмотрим своего рода солянку, покажем автомобили как дешевые, корчи, так и более свежие. В первой половине видео, наверное, это все-таки более свежаки будут. Потом посмотрим более, так скажем, преклонного возраста автомобилей в бюджете 2, 3, 4 тысячи долларов. Позвоним некоторым продавцам, узнаем, что они расскажут про свои автомобили. Будет интересно посмотреть, посмотреть реальное состояние автомобиля, хотя бы внешне, а потом позвонить и что нам расскажет продавец. Будет ли он хвалить автомобиль свой и говорить неправду. Ну или скажет все, как есть на самом деле. С вас лайк, репост, комментарий. Погнали. Так, ну что, здесь у нас интересный автомобиль. Это Chevrolet Camaro, 22-го года, 3,6 литра бензин, автомат, 8, меньше 9 тысяч пробега, 27 950 долларов. Ну, понятное дело, Америка, скорее всего, какие-то повреждения. Может, даже я смотрю так по зазорчику, может, даже по передней части. Люк присутствует по комплектации на тканевом салоне, на автоматической коробке передач. Блин, ну, Камарик прикольный. Мне очень нравится, что Камара, что Мустанги, что Челленджеры. Наверное, самый такой из этой тройки, это, наверное, Мустанг. Вот самый такой оптимальный. Камара, он самый бюджетный по отделке. Вот, самый бюджетный по отделке, немножко деревянненький. И совсем у него нет места для задних пассажиров. Когда в Мустанге, конечно, Мустанг чуть побольше. Так, и, ну, знаменитый Passat B6 2008 года, 1,6 литра бензин. 250 тысяч заявлен у него пробег, 7 150 долларов. Больше, конечно, у нас любят дизеля. Ну, тем не менее, такая вот немножко запискоструенная передняя оптика, не без этого. Здесь вот можно видеть такие вот сколы потертости. Старенький пасек. Давайте посмотрим по кузову. Пасек будет интересно посмотреть. Ну, опять же, бюджет для бензинового немаленького. Ну, немаленький бюджет. Вокруг ручек у них болезни. Здесь тоже вот есть начальная стадия уже такое вздутие. Понятное дело, что он деланный, крашенный. Блин, ну, такая вот гангрена тут прям по дверям неприятные моменты. По низам я могу предположить, он будет или замазан. Вот следы небольшие, повреждения. По низу дверей можно видеть притертости. По низам не знаю, одно из двух лежавчина или подзамазанный будет. Такие вот моменты подкрашенные, да, подмазанные. ЛКП облазит на заднем бампере. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что был бы дизельный и такая цена. Я бы сказал, что, ну, в принципе, пасад и пасад. А вот бензиновые у нас не так ценятся. Такие моменты. Коррозия по внутренней части арок. Качество покраски. Ну, кстати, качество покраски более-менее нормальное. Есть вот такие вот моменты. Тоже вот точечные. Типа как а-ля жучки. По низам можно видеть вздутие, коррозия. Вот молдинг идет, тоже все поздувало. Блин, ну такое себе. И здесь можно видеть. Вот это вот все вздутие легкие, да, там. Кто-то посмотрит, скажет, Кирилл, ну это же еще ничего серьезного. После зимы, после зимы все вылезет. Ну, над лобовым почти все хорошо. За вычетом вот здесь вот скол, который плавненько переходит в жучок. Ну, в общем, моменты, нюансы присутствуют. И здесь это Шкода Октавия 2008 года. Два литра турбодизель на роботе. Ну, ДСГ коробочка. Пробег маленький заявлен, 365 тысяч. По своему опыту скажу, что дизеля может быть такой пробег. Но, как-то верится с трудом в такие пробеги. 6 тысяч 850 долларов. По зазорам вот. Как-то так это все, я думаю, сами вы видите. Есть такие вот сколы. Есть коррозия по низам, вот по кромке ржавчина идет. Большое количество засечки, сколов. Вот эта хромированная обводка, да, вокруг решетки, она уже вся прям совсем-совсем облезла. Так. Коррозия присутствует по порогам. Не без этого. В таких более старых автомобилях, конечно же, нюансы. Здесь можно видеть коррозия, вздутие присутствует. Вокруг ручек пока еще незначительно, но вот уже вздутие есть. Ребят, вы поймите, вот это вот мелочь. Кто-то посмотрит, скажет, да это мелочь. Поверьте, при зимней эксплуатации, чем посыпают наши дороги солями этими, да, вот ингредиентами, оно все разъест. Вот это вот все превратится прям совсем-совсем в боль-печаль. На ДСГ, на тканевом салоне, в кузове универсал. По задним аркам, ну, более-менее еще выглядит так, на первый взгляд. Здесь вот что это, позакрашивали молдинги или что, когда ее красили. Также вздутие вокруг задних ручек тоже присутствует. Ну, блин, ну, такое себе. Дело в том, что действительно очень сложно, конечно же, сложно сейчас, в 2024 году, вот такого формата автомобиль найти хороший. Toyota Camry. Camry. Тоже сейчас пробежим, посмотрим. Вот, смотрите, хотел похвалить, сказать, арки более-менее. Ну, они крашеные, да, деланные. Ну, есть все равно точки ржавчины. Но сразу начинаешь вот, смотрите, если вы не сильно хорошо разбираетесь в автомобилях и просто надо тест на внимательность пройти. То есть вы присели, внимательно вот так взяли, смотрите, смотрите, пробежали по аркам, увидели здесь момент. Пробежали по двери. Вот легкое вздутие. Коррозия вокруг ручек, да, там. Она присутствует, вот она. Локально вот здесь вот вокруг ручки уже прям совсем. Потом я-то камерой покажу, а вы лучше коврик какой-то лечь, под низ залезть. Ну, хотя бы, если нет возможности на яму какую-то, на подъемник, вот так посмотреть. Потом по аркам залезть вот так, голову засунуть, посмотреть. Видно по внутренней части арок, коррозия практически на всю арку идет. Смотрим дальше. Тут вот скол. Здесь опять легкие вздутия. Здесь уже совсем не легкие вздутия. Можно видеть прям коррозия, гниль. Смотрим внизы дверей. Можно вот так вот пальцем пройти. Ну, рукой на ощупь, да, там. Вот оно чувствуется, тоже моменты присутствуют. Жук на двери здесь, на кожаном салоне. Оно на автоматической коробке передач. Смотрим. 2006 год, 3.5 бензин, 230 тысяч заявлен пробег. Ну, по крайней мере, заявлены. 9 650 долларов. Камри 3.5, японцы делают вещи. Пушка-ракета, машина-пулемет. Но смотрим дальше. Здесь резинку можно чуть так вот, она маленькая, но ее можно отодвинуть. И увидит, что там тоже легкая коррозия присутствует над лобовым. Ну, диски зачет. Дисочки неплохие. По крыльям. Здесь сдутие, смотрите. Раз, момент. Здесь скол ржавчина. Здесь такая же история. Здесь небольшой жучок. Ну, ладно, бампер там чуть-чуть не в зазоре. Это ерунда, учитывая, что это 2006 год. Вот сколы. Ну, сколов, кстати, визуально не сильно много. Просто главная внимательность, господа. Смотрим дальше. Смотрим, смотрим. Вот он, поворотничек. Вот оно вздутие, вот оно коррозия. Старый японец. Все-таки 18 лет. Вот японцы, вот отличная ходовка, отличные двигателя. Машина внутри тоже неплохая. Кузова, ну, кузова, мягко говоря, не очень. Здесь уже нахимичили. Смотрите, как бампер на гнилые какие-то болты, саморезы закреплено. Так, здесь жучок раз. Смотрим дальше. Давайте потихонечку, потихонечку идем. Смотрите на крыше. В местах скола вот такой вот неприятный жук. Опять же, сегодня это мелочь, кажется, ну что тут ерунда. Ну, как я уже сказал, годик пройдет после зимы. Все это вылезет. Ну, вот единственная, первая ручка, которая без гнили, да, там, посмотреть. Ну, здесь вроде вздутие, ну, водительское. Хотя вот, вот здесь вот микро тоже есть. Здесь и здесь моменты. Смотрите, вот такая вот коррозия по низам дверей. Здесь жук, здесь жук. То есть, неприятный момент. И здесь тоже вокруг ручки. Здесь коррозия и здесь коррозия. Здесь жук, здесь, в общем, ну и внутренняя часть арок. Также порог. Ну, вот еще в очередной раз скажу, что вот диски 17-й. 215-55R17. Вот они визуально выглядят неплохо. Но, опять же, сказать, что это здесь вот стоит Toyota Camry, она говьяная. Нет, я не могу. Она визуально, кстати, выглядит неплохо. Если не обращать внимания и быть невнимательным, и просто приехать смотреть этот автомобиль вот так. Приехал, а вам там рассказывают. Машин хороший. Обслуживался. Каждые 10 тысяч менялся, все там расходники, все чин-чинарем. И просто вот так где-то пройти, она визуально выглядит очень неплохо. Я думаю, она за эти деньги не самая плохая Camry. Просто, ну, что Toyota 2006-х годов, они многие вот так выглядят. Ну, здесь Accord 2008-го года, 2,4 литра бензин, на автомате 160 тысяч заявлен пробег. Но, опять же, это Америкос, 160 миль. Цена 8950 доляров. Давайте тоже посмотрим. Фара, ну, на добрый толк полирнуть. Зазор по капоту чуть-чуть неравномерный. Америкос, скорее всего, были какие-то повреждения. Ну, так я смотрю, может, даже по переду. Давайте посмотрим. Над лобовым все неплохо, на кожаном салоне. Ну, по низам можно. Но она так бодренько выглядит, на самом деле, визуально. Картинка неплохая. Ну, накрывая. Вот оператор подсказывает. Да, я и говорю, что Америкос по морде. По морде получала, скорее всего. Ну, это купешка. Блин, Accord, купе. Закрыто, да. Не, ну, Accord выглядит прикольно. Ну, понятное дело, что тут тоже недочеты. Надо смотреть, какое было ДТП. Надо смотреть, насколько это качественно все было сделано. В общем, более детально все смотреть. Где Skoda Superb? Суперб без слез не взглянешь. То есть, арки сгнили. Ну, по сути, да, можно видеть. Вокруг ручек коррозия. По низам можно видеть по порогам. Тоже там все будет достаточно интересно. Здесь вот можно видеть на порогах жуки. Коррозия есть. Вот такие жучки небольшие. По низам дверей. В общем, тоже недочетов хватает. На ДТП коробке на кожаном салоне резиночку можно немножко подтопырить. Не, ну, там более-менее все. Более-менее. Единственное, вот здесь вот видно скол на крыше, который вот начал ржаветь. Тоже будущему владельцу нужно будет это все устранять. По низам порогов тоже вот можно видеть. Такие вот жуки, коррозия. Коррозия по аркам. Крайслер 300C. Пушка-ракета 2004 года. 3,5 бензин, автомат. 7950 долларов за него просят. Прикольная тачка. Мне когда-то нравилась. Ну, устарела 20 лет автомобилю. Ну, да, попереду красивая коррозия по аркам. Аркам присутствует. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Такие вот красивые зазорчики. Тут можно руку засунуть. Ну, да, болтануло ее нормально по морде нахлобучило. Судя по всему, коррозия по аркам. Ну, это 20-летний Крайслера. Крайслера гниют тоже достаточно неплохо. Поэтому ожидать тут что-то сверхъестественного не стоит. Да, нюансы. Нюансы можно видеть. Сколы. Ну, хотя бы их подмазали, подкрасили. Он даже открыт. На коже, на автомате. Старенький 20-летний. Дверь или под замену, или под ремонт. Можно видеть. Коррозия прям. Тут совсем печально. По низам я тоже могу предположить, что он будет не самый лучший. Красавчик. Хонда Цивик Спорт. Ну, это свежачок. На автомате. 18 550 долярчиков за него просят. 20-го года 2 литра бензин. 53 тысячи заявлен пробег. Вариатор. Надо смотреть, если Америкос, какие были повреждения. Ой, ласточка. Ласточка. Когда-то я такую чуть не купил. Помнишь, Костян? Мы были на грани. Короче, мы были на грани. Уже приехали покупать. Такой вот попилац. Только это 3-х литровый турбодизель. А мы чуть не купили 3-х литровый бензин. Блин, ну там пробег был. 180? Или 150 с чем-то? Не, меньше 200 был. Меньше 200. Так-то она по технике хорошая была. Тоже черненькая. Ай. Ну я не знаю, зря мы ее не купили или не зря. Блин, ну они по низу рынка 25 сейчас. А? Да, я вчера смотрел. Самое дешевое 24 было, шатун. С пробегом 350. А остальные все 25 плюс, 26. Вот это именно, 15-го года 3 литра турбодизель. 180 тысяч. Ну, по крайней мере, заявлен пробег. 32 тысячи 950 долларов. То есть 33 тысячи без 50 долларов. Люк. На коже. Ну, по салончику, та, которую я чуть не купил, точно такая же была. Вот вмятина на задней арке небольшая присутствует. В принципе, ее, может быть, можно удалить будет беспокрасочно. Ну, мне нравится. Вот D4 рестайлинг, ну тебе не нравится визуально? Ну так, для своей цены. Ну, прикольно. Спереди, но сзади выглядит лучше. Вот сзади мне больше нравится. Я вот не знаю, зря я ее не купил или не зря. Ну, в общем. Я почти, я уже тогда, ребят, ну это по скрипту, так скажем, бонусом видео. Мы ехали уже за ней. И если бы не один человечек, который дал на нее буквально там на 300-400 долларов больше, чем я, я бы забрал бы. Сейчас была бы такая ракета. Ну, я не знаю. Ну, блин, ну там цинус, ребят, там состояние огонь. Там у дилера обслуживалось. Ну, по цене чуть-чуть. Просто я принципиально сказал, что все, хватит, столько я не дам. А вот долларов 300-400 меньше, 500 даже. И я бы забрал бы, блин. Ну, все, что не делается, то к лучшему. Как думаешь, к лучшему? Пассат, американец. Получается, 18-го года 2 литра бензина, автомат. 82 с копейками тысячи заявлен пробег. 14 950 долларов в кузове седан на кожаном салоне. Коробка DSG. Очень сильный ветер, ребят. Но я думаю, вы это не ощущаете, потому что качественный звук, хорошая достаточно картинка. Я думаю, все в норм. Так, здесь можно видеть вмятина раз. Коррозия на внутренней части небольшая присутствует. По порогам что-то там как-то так. Есть вот такие вот коцки ржавые. Ну, сколы, всевозможные потертости. На коже, на автомате камбрюха. Бампер крашеный. Это 2012 год, 3,5 газ, бензин. Пробег 191 с небольшим тысяча. 16 750 долларов. Ну, вот это вот бегло посмотрим. Аккорд 21 года. 1,5 литра бензин, автомат. Меньше 20 тысяч заявленного пробега. 23 950 американских зайчиков. Да, ребят, у нас так уж принято. У нас в Белоруссии движимое и недвижимое имущество. Недвижимость, скажем так. Привязка идет к долларам США. Ford Fusion Americos. 18 год. В этом случае это 1,5 литровый турбомотор. 135 почти тысяч заявлен пробег. 16 750 долларов. Еще может быть 2 литровый. Но 2 литровый у нас пореже встречаются. Растаможки на них подороже. Комплектация неплохая. На коже, на автомате. Ну, вот есть царапина по заднему крылу. Несмотря на то, что автомобиль достаточно свежий. Но тоже его надо смотреть более детально, более подробно. Зазор какой-то некрасивый. Потому что, ну, даже здесь. Вот я бегло прошел. Здесь еще вот пару вмятин около ручки присутствуют. То есть, какие-то следы эксплуатации, как я уже говорил неоднократно, даже у практически нового автомобиля они будут. А сейчас мы идем на другую площадку, где мы посмотрим несколько автомобилей, а потом еще позвоним по какому-то из них. И попробуем выяснить, насколько то, что мы увидим сейчас своими глазами, будет совпадать с тем, что нам расскажет продавец этого автомобиля. Ну и Гольфик. Гольфик четвертый в универсале. Гольфик четвертый за 5000 долларов 2000 года дизельный интересует. Да, есть такой автомобиль. Да, подскажите, интересует по кузову, там вообще есть какая-то коррозия или как? Ну, слушайте, возрастные понятные моменты имеются. Это же все-таки взрослые машины. Скажите, там каких-то таких очагов. Там в целом днище живое, там имею в виду пороги. Слушайте, ну честно скажу, под днищу не смотрел он ее. Не буду врать, под днищу не смотрели. Ну, визуально так много там нюансов? Ну, визуально более-менее. Но по-хорошему при желании можно свозить ее на, соответственно, можно свозить на станцию при желании ее. Я понял. Если хотите. А по технике вообще есть какие-то подтеки? По технике вопросов нету. Подтеков нету. Запотевания, конечно, имеются, когда открываешь капот. Понятно, там вокруг мотора есть там моменты кое-какие. А там, в принципе, ничего такого нету серьезного. Я понял. Ладно, буду думать там, если что, подъезжаю. Да, думайте, подъезжайте. Ну, короче, молодцы. Ну, глобально молодцы, ребят. То есть не было, знаете, как там вот этого пуха нагонять, что рассказать, что машина топ, жир, класс, приезжайте. Коррозии нет, ничего нет, хорошая тачка, гольфик. То есть вот смотрят, по-любому менеджеры будут смотреть. И реально хочется сказать, что, ну, молодцы. Ну, как есть говорят, потому что люди теоретически, ну, могут ехать с любой точки Белоруссии. И представьте, человек за 200 километров приедет, посмотреть гольфика. А ему на уши, например, упали и сказали, что, бля, тачка огонь, тачка не гнилая. Приезжай, покупай, чел, приезжай. А это там, ну, такой... Без слез не взглянешь. Света здесь совсем нету. Ни хрена не видно. Ну, такая вот аудюша, смотрите, во всей своей красе. Бампер облез, оптика матовая вся. Огромное количество сколов, потертостей. Ну, да, это старенький папилат. Облезлые крылья, облазит ЛКП. Здесь вот так все выглядит. По цене это 4999 долларов 99-го года. 2,8 литра... 2,8 литра бензин. Я не знаю еще, какую мы позвоним, узнаем, да? Ну, сейчас посмотрим, какое-то, наверное, количество. И по какой-то из них позвоним, поинтересуемся. Как оно? Ласточка. Ну, тут, да, тут, конечно, она прям-прям состояние-нестояние. Коррозия гнилая. Можно видеть, снизу молдинг отваливается. Огромное количество потертостей жуков. Все мятая, горбатая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Коррозия по задней двери, а-ля крышки багажника. Ну, это, ребят, представьте, ее на свет выгнать. Здесь совсем все будет по-другому, да? Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, как там видно что-то, не видно. Это уже другой вопрос. Ну, конечно. Ну, короче, блин. Рога и копыта. Не то, чтобы... Я хочу сказать, что вы по объявлению поедете смотреть по 4 с чем-то тысячи долларов. Вот эти вот аудюхи, они будут хорошие. Нет, ну, они все плюс-минус. Форд Гелакси, да. Гелакси также мы выборочно посмотрим. Это 2002 год. 2,3 литра бензин. 4 тысячи 699 долларов. Блин, ну, состояние ЛКП на крыше облазит. Открыт, закрыт. Закрыт. На автоматической коробке передач. Вообще, если вы приехали себе приобретать автомобиль, ну, конечно, надо, безусловно, выгонять автомобиль куда-то на площадку на светлую. Здесь, вон, шпакля, вон, бутерброды полсантиметра отваливаются. Все сгнило. Там уже сквозная коррозия. Прям. Ну, я думаю, даже с хреновой нашей подсветкой вы видите это все, как она выглядит. Здесь просто вот, ну, такие автомобили называют мертвые автомобили. Здесь ни арок нету, вон, все сгнило там. Шпакля потрескала, все облазит. Лючок сгнил. Жуки. Ух. Да, конечно. Ну, что глобально? Не, ну, можно, конечно, лучше найти. Это уже сильно заушатанные попилаться. Ну, сильно. Он прямо это, я аж, ребят, я аж потерялся. Это там дичь. Там шпаклевка все потрескала. 4,700. Ну, а пилек должен быть поживей 100%. Давайте посмотрим. 6,999 долларов. Это 2006 год. Газ бензина 1,6 литра. Пробег 222 тысячи. На 1 доллар меньше, чем 7 тысяч. Огромное количество сколов. Ну, фары хоть не болтаются. Весь за пескоструйный. Очень плохо видно, конечно. Даже с фонариком тут что-то прям рассмотреть глобально достаточно тяжело. Ух, блин, как он весь растрапанный, а. Потому что у кого кто-то пользовался машиной, это у кого такой маникюр был крутой. Скорее всего закрыт на механической коробке передач, да, закрыт. Над лобовым. Плохо, очень видно. У них вообще тут подсветки нет. Я не знаю, мы в подвале каком-то. Просто а-ля подвал, да. Ну, да, такие машины только так и смотреть. Вон, потертости. Жуки присутствуют. Потертости по заднему крылу, по заднему бамперу. Здесь можно видеть жуки, вот так он плачет весь, бедняга. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Без слез не взглянешь. Красота. Еще один жопелек. Коррозия по задним крыльям. Давайте пробежим, насколько это возможно будет. А вот этот интересный. Смотри, он гниленький, арки гнилые. Торцы дверей ржавые. Здесь можно видеть. Вот так вот подкрашивался. А сейчас я перейду, посмотрю. Ну, да, видно, что он красился, все полезло. Вот коррозия тут уже треснула. Я более чем уверен, что если по нему позвонить, скажут, что машинка хорошая, ну, тут вздутие. Ну, это еще один годик. Ну, в общем, к следующей весне она вся облезет и вся поотваливается. Там будет страшно. В общем, бампер, вон, трещины, сколы. Тут вот паялся, судя по всему. Это боль. Это боль, печаль. Ары, пороги. Жесть. Здесь жуки. Здесь можно видеть вздутие. Ну, блин, он весь, он весь, он подбитый. Интересно, вот скажут, что притертости, там какие-то ДТП на механической коробке передач. 7199 долларов. Я, к сожалению, не вижу тут какого он года, чего там. Блю. Не видно. То ли 2008, то ли 2009. Может быть, я его смогу дойти по цене в объявлениях, не знаю. Дустер. Дастер 9099. 900, короче, без одного доллара. 2012 год, до рестовой 1.6 газ-бензин. Вот над лобовым можно видеть, сколы присутствуют. Пороги крашеные, весь царапанный. По бокам. Здесь можно видеть прям. Ой, блю. Покрашен, ребят. Очень корявенькая. Но я не знаю, ниже среднего по качеству. Здесь он неровно как-то прям все кривое. Да, жуки. И вздутие, коррозия присутствует. Не без этого. Но он открыт. Передние электростекла. Комплектация такая простенькая. Комплектация бомж. С неокрашенными зеркалами, неокрашенными ручками. Блин, ребят, напишите вот в комментарии, перейдите, что думаете по авторынку. Ну, я вам скажу свое мнение. Цены. Авторынок очень дорогой. Цены огромные. Страшные, я бы сказал. Ну, блин, это наши реалии. Я понимаю, что можно написать в комментариях, что за эти деньги они не продаются. Но все равно продаются, господа. Ну, не было бы автокомиссионок. Никто бы не продавал бы их, если бы эти машины не продавались. Ну, это же логично. Аренды. Вы представьте, сколько здесь. Огромный паркинг. Сколько тут стоит аренда. Менеджеры сидят. Если бы машины не продавались, то не было бы этого автохауса. 99-й год, а 3-е... Ой, 96-й, ребят, извиняюсь. 96-й год, а 3-е 1,8 литра бензин. Получается, на механической коробке передачи 4,299 долларов. Ну, блин. Вообще зазора нет. Такой он шалтай-болтай. Поворотник торчит. Ну, это ладно. Это еще полбеды. Облазит что-то. Вот так это все выглядит. Да, на тканевом салоне. Ну, салон такой подушатанный. Прям совсем-совсем боль-печаль. Тут вот шпаклевка треснула, да. Видно, уже и доставалось бедняге. Перевертышный, перевертышный, не знаю. Но вот оно, трещина. Ну, как-то оно все уныло выглядит. Прям, ну, совсем, я не знаю, боль-беда. И самое обидное, ребят, что в таких ценовых сегментах оно все такое. Ну, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но в сути это не меняет. Так, ну что, и Туранчика тоже посмотрим. Попробуем хотя бы бегло глянуть. Потому что цена у него для Турана более-менее. Это десятый год, 10 599 долларов. 331 тысяча заявлено пробега. 1,6 литра дизель. Ну, давайте пробежим, посмотрим. Ну, сразу я вижу вздутие по передним крыльям, по аркам, да, там есть коррозия. Бампер немножко подраконенный. Это то, что сразу бросается в глаза по низам, по... Ну, вокруг ручек, кстати, еще более-менее выглядит. Ну, вот оно, ребят, пожалуйста. Здесь сдутие вокруг ручек коррозия. Не сильная, но она присутствует. И уже дальше это все достаточно быстро пойдет. Также по задним аркам. Блин, ну... Такое себе по сути, по сути, по косметике, по низам, где-то подварить, где-то что-то, где-то покрасить. Но у него еще рубль надо плюс вложить по кузову только. Ну, это вот, если по-нормальному. С этой стороны такая же история. Коррозия по задним аркам, коррозия вокруг. Ручек... Блин, ну я не знаю, ну как так, а? Блин, ну... Можно видеть над лобовым. Есть сколы, есть коррозия, есть жуки. То есть, коррозия сколы, которые превратились в жучки. И также коррозия по аркам передним. Блин, ну прям... Короче, одно расстройство. Я понимаю, люди, которые, знаешь, там смотрят, хотели... Ну, кто-то смотрит, думает, мини-венчика тысяч за девять, за десять. Здесь мятины. Блин, а в итоге, по факту... Ну, будем реалистами. Мы посмотрели его 15 секунд. А теперь представьте, если его на яму поднять, да, там... Ну, на подъемнике поднять. Все это проштробить, посмотреть. Там еще и по технике какие-то моменты выявятся. Скорее всего. Это не точно. Может, он действительно в техническом плане хороший. Но мне что-то кажется, что моменты будут присутствовать. Ну что, ребят, посмотрели видео о авторынок. Сегодня мы постарались вам показать автомобили в разных ценовых сегментах и подешевле, и подороже. Некоторые из них... Ну, по крайней мере, один точно мы позвонили. Вы уже, собственно, услышали, что хозяин, ну, продавец сказал. Я-то еще не знаю, потому что мы еще в этом моменте не записывали, не звонили. Ну, а так, ну, что можно сказать? Да, дорого. Автомобили очень дорогие. С Европы тоже непонятно. Сейчас не сильно выгодно пригонять автомобили из Европы. Ну, особенно автомобили до 20 тысяч, которые у нас продаются. Особенно, если у вас нету льготной таможни. И если вы не сами едете за автомобилем, а если вы пользуетесь услугами посредника. Такая вот ситуация на данный момент. На этом все. Всем удачи. Всем пока.